Гелиос IT Solutions. Больше времени на отдых. В эфире программа ИТ-неделя. Главные новости мира высоких технологий за 5 минут. В студии Антон Крюков. Здравствуйте. Российские специалисты совершенствуют технологии распознавания устной речи. Компания Intel представила вторую версию своего бюджетного ноутбука. В Москве прошла шестая международная конференция по проблемам информационной безопасности. В последнее время система распознавания устной речи привлекает к себе все большее внимание. Во многом это связано с активным развитием рынка колл-центров. Впрочем, сфера применения речевых технологий не ограничивает с услугами электронного секретаря. Наш корреспондент Федор Дуленков познакомился с последними отечественными разработками в этой перспективной области. Несколько лет назад в любом ларке торгующим софтом можно было купить программу распознавания речи Горыныч. Сделанная на иностранном движке, она едва ли распознавала половину сказанных вами слов. С тех пор принято думать, что эксперименты в области распознавания речи – это просто несерьезное развлечение. Но так ли это на самом деле? Ответ нам дали в Центре речевых технологий. Все оказалось вполне серьезно. Речевые технологии – это очень перспективная область науки. До офисных приложений, которые могли бы стопроцентно расшифровывать слова и переводить их в текст, еще далеко. Однако в некоторых сферах решения на основе речевых технологий уже применяются. Первый серьезный вектор – это система записи. Здесь мы производим различную технику. Это и система моноканальной записи для оперативных служб. Это и цифровые диктофоны, это как раз то, о чем мы говорили, военная техника, моноканальные корабельные магнитофоны, черные ящики для авиации. Первыми в нашей стране используя речью и технологии в своей работе начали правоохранительные органы. Их применяют при защите свидетелей. Уважаемый суд, я являюсь свидетелем по этому ужасному делу. Хочу рассказать следующее. В этот вечер я, как обычно, шел домой. Ну и так далее. Новейшие разработки позволяют очищать запись голоса от шумов, вести поиск по ключевым словам и синтезировать речь. Например, это помогает при свече безопасность данных. Одна из речевых технологий, которую мы хотим сегодня продемонстрировать, это система разграничения прав доступа по голосу. В данном случае мы покажем, как можно с помощью речевых технологий разграничения прав доступа по голосу защитить доступ к веб-сайтам, к банковским счетам, расположенным в интернете и другим личным данным. Система меня распознала и пускает нас на сайт компании Синьюз. Речевые технологии быстро развиваются и приходят во всю новой области человеческой деятельности. Однако пока недоступны только лишь специалистам. Для рядового гражданина решения в этой области пока слишком дороги и сложны. На шанхайской конференции разработчиков Intel было представлено новое, второе по счету, поколение школьного ноутбука Classmate PC. Отметим, что первая версия компьютера предназначалась для стран с развивающейся экономикой. Однако сейчас Intel о них даже не вспоминает. Новая инкарнация бюджетного ноутбука получила VGA камеру и 9-дюймовый экран с разрешением 800 на 480 пикселей. Начало продаж ожидается уже в апреле. Цена Classmate будет варьироваться в пределах от 300 до 500 долларов США в зависимости от конфигурации. Разработанный Microsoft открытый формат Office OpenXML принят в качестве международного стандарта. Теперь он встанет в одном ряду с такими известными аббревиатурами, как HTML, PDF и ODF. Формат представляет собой zip-архив, содержащий текст, графику и другие данные. OpenOpus XML используется во многих платформах, включая не только Windows, но и Linux, MacOS и Palm. В настоящий момент формат поддерживается пакетом Microsoft Office 2007. Предыдущие версии офиса придется прокачать при помощи специального сервис-пака, который можно загрузить на сайте разработчика. 1 апреля в Москве прошла 6-я международная конференция IDC IT Security Roadshow, посвященная информационной безопасности предприятия. О том, как и с чем приходится бороться современному ИТ-бизнесу, смотрите в специальном репортаже Натальи Николаевой. Информационная безопасность предприятия «Технологии на службе бизнеса». Именно об этом говорили на 6-й международной конференции, которую организовала компания IDC. Среди серьезных докладов самым интересным стало выступление этического хакера. Так себя называет специалист по информационной безопасности Себастьян Шрайбер. За небольшой промежуток времени он продемонстрировал сразу 9 видов атак. Я уверен, что такие конференции очень нужны. С одной стороны, участники должны знать, каким образом действуют хакеры. Как можно защищать сеть, не зная, от чего ты ее защищаешь. С другой стороны, важно лишний раз напомнить о значении информационной безопасности. Когда я показываю разные хакерские приемы, руководители начинают задумываться о том, что безопасность — серьезное дело, и пренебрежение ей может стать большой проблемой для компании. Защититься на 100% от хакеров пока не получится. Более того, как заверил наш Шрайбер, сотрудника ИТ-отдела, который захочет свести угрозу к нулю, немедленно уволят. Потому что в этом случае нагрузка на бюджет компании и ограничения для пользователей будут слишком велики. Тем не менее, в сфере информационной безопасности все не так плохо, как может показаться на первый взгляд. Достаточно инструментов существует на рынок, чтобы защищаться от любой риск в интернете. Самое главное — это правильно использовать эти инструменты и грамотно обучать своих сотрудников. Наталья Николаева, Иван Волков, Синьюз ТВ. Такова была ИТ-неделя. Я Антон Крюков. Оставайтесь на этом канале. Дальше будет еще интереснее. Гелиос IT Solutions. Больше времени на бизнес.